Юрий Тынянов был, конечно, человеком блистательным. Тут не убавить и не прибавить. И все, кто о нем пишут и говорят, отмечают его исключительную внутреннюю грацию, его исключительный абсолютный литературный вкус, его, конечно, изумительные достижения во всем, чем он занимался. Это был ученый, и он написал классические филологические труды, которые сегодня являются основанием филологического образования. Это был писатель, который написал три блистательных романа, один, правда, не оконченный, и несколько навел. Ну, в разной степени удачных, но блистательны все, все равно. Это был человек, который написал целую книгу работы о кино, но так, как и весь опыт Тынянова, который был не только теоретиком, но и практиком, он одно время возглавлял отдел сценариев на Ленфильме и приложил руку к шедеврам отечественной кинематографии, к фильмам Козинцева и Трауберга. Я уж не говорю о том, что и по его романам, и по его навелам были сняты фильмы. Он был и исключительным человеком, потому что, вот, например, во время войны и во время революции немцы продвинулись далеко, туда, к Петрограду, и семья оказалась на немецкой территории. Рискуя жизнью, Юрий Тынянов перешел границу для того, чтобы повидаться с любимой женщиной, переходил как разведчик, могли застрелить в любую секунду. Это была линия фронта. Он обладал исключительным актерским мастерством, потому что его показы, и об этом речь впереди, они остались в памяти всех, кто видел это. А он показывал всех. Он показывал коллег, он показывал Пушкина и любого человека из пушкинской среды. Он показывал Грибоедова, и любого человека той эпохи. Он показывал все. И это было гениально, как говорят те, кто это видел. Абсолютно блистательный человек. Все, за что он брался, было в некоторой степени совершенно. И вот я хочу привести две цитаты, потому что каждый из этих цитат задает какой-то вопрос к биографии самого Тынянова. Ну вот первая цитата, контекст такой. Он пишет письмо, он лежит в номере где-то на юге и лежит вот так вот, заваленный окурками, гора окурков. Курил много, всю жизнь. И вот что он пишет. Вот тебе человеческий пейзаж. Ну, в смысле, пейзаж из окурков. И видел там, в другое лето Брюсова, который через месяц умер. Мне казалось тогда, что я несчастен. И я в самом деле был несчастен за женщину. Все это было, оказывается, счастьем. И это первый вопрос. А как так жить, чтобы быть несчастным, а чтобы все это потом оказалось счастьем? Это не случайный вопрос к биографии Тынянова, поскольку большая часть его жизни – это страдания из-за страшной болезни, рассеянного склероза. И как он умудрялся быть счастливым, даже тогда, когда был несчастлив? И вот вторая цитата. «Думаю о Грибоедове и других, и под конец перестал понимать, как у них хватило времени всего наворотить. Не так уж долго жили, много ездили». И это второй вопрос. Потому что у нас уже вопрос к самому Тынянову. А он-то как успел столько наворотить в своей жизни. Вот все, что я сейчас перечислял. Книги, сценарии, научные труды, письма. Жизнь. Жизнь. Все эти блистательные актерские показы, все эти шутки, все это блистательное остроумие. Меня поразил один эпизод. Ну, я тоже когда-то был студентом, как, наверное, и все зрители, которые сейчас смотрят эту программу. Кто-то из знаменитых, по-моему, Ирак Леандроников, но не ручаюсь, пришел ему сдавать зачет. И он задал ему, в частности, такой вопрос. «А кто написал либретто оперы Моцарта «Дон Жуан»?» Студент засмущился. Я прочитал, но мне стало как-то не по себе, потому что я вот не знаю, кто написал либретто оперы Моцарта «Дон Жуан». Ну, я, конечно, позвонил следующему человеку, он мне сказал. Но ведь это, понимаете, это целая эпоха. То есть в 20-е годы, 20-го века, ученый Тынянов считал, что студент, который занимается филологией, должен знать, в том числе, кто написал либретто великих опер, в том числе оперы Моцарта «Дон Жуан». Это первое. Второе. А это он так изучал эпоху. То есть Пушкин интересовался «Дон Жуаном», и Моцарт интересовался «Дон Жуаном». И если ты занимаешься Пушкиным, или пушкиноведением, или теорией стиха, то где-то там, за десятым гребнем волны или горы, или какого-нибудь литературного контекста, ты должен знать, кто написал. Либретто, опера Моцарта «Дон Жуан». Это подход, это метод, это то, чем мы сегодня восхищаемся. Мы сидим с вами в ситуации совсем другой. Мы все время жалуемся. Студенты не знают того, не знают сего, уже не знают ничего. Школьники не знают ничего. А кто сегодня вообще способен потребовать от студента вот такого? Если студент знает такой Моцарт, вот это счастье. Все бьют барабаны, играют фанфары, готовятся парады. Гений в аудитории. Он знает, кто такой Вольгу Амадей Моцарт. И вот этим тоже поучительно биография Тынянова. Потому что, а как он это все узнал? Вот его друг и родственник, они были женаты на сестрах, писатель Вениамин Каверин, говорил, что к 17 годам Тынянов не просто изучил всю литературу, но и прожил ее. Вот это очень важный момент. Он прожил ее. И когда он читал стихи в аудитории, многие из тех, кто это слышали, говорили, что он продумал это стихотворение гораздо глубже, чем о нем вообще можно написать. Это тот аромат, который исходит от человека. Аромат какой-то необыкновенной, немыслимой, грациозной глубины. Лидия Гинсбург, тоже филолог с именем, тоже классик отечественной филологии, она училась у Тынянова, говорила, что когда собирались на конференциях, а Тынянов входил в группу формалистов, туда же входили его друзья, Шкловский, Хинбаум, Томашевский. И Гинсбург училась у Тынянова. На конференциях он часто молчал, и все ждали. Потому что вот сейчас откроет рот Тынянов, и все изменится. Потому что Тынянов обладал талантом всему придать новый поворот. И Гинсбург говорил о нем, он так писал научные работы, там всегда был сюжет. Там всегда был сюжет. Это было не просто, ну, некие научные выводы из некоего собрания фактов или из некоего анализа. Это был сюжет, это было приключение. В это надо было вчитываться. И вот этим, я думаю, Тынянов, помимо всего и прочего, и нам дорог. Потому что как-то наша культура утратила вот этих блистательных людей. Вот это вот обидно. Что-то они умели. И он, глядя вот на Грибоедова, и он напишет о Грибоедове знаменитый роман «Смерть Вазира Мухтара», на Пушкина и его окружение, он напишет роман Пушкин. Он не допишет его, он умрет, он напишет только два тома. А замышлялось огромное-огромное, такое архитектурное почти построение. Он, как они успели столько наворотить в жизни, в любви, в поэзии, в творчестве. Он о Пушкине будет говорить, что Пушкин двигался в историю литературы с катастрофической скоростью. Это слово «катастрофическая». То есть Тынянов вот с его глубиной понимал, что такое движение, оно обрекает художника на трагедию, в том числе и личную. Потому что каждый раз ведь ситуация борьбы с определенными канонами, с правилами, традициями. Человек, который на протяжении своего пути, как комета, эти традиции трансформирует с необыкновенной скоростью. Человек, за которым не поспевает культура целая, вот эта русская культура не поспевает за Пушкиным. Он, конечно, заплатит за это. Как это не огорчительно звучит. И он был настолько интересен тем, что он искал всегда какой-то тайный сюжет. Поэтому и биография Тынянова, она взыскует поиск некого тайного сюжета. Все время кажется, что там что-то еще было. Мы чего-то не знаем. Ведь воспоминания-то писали еще в советскую пору. И только по дневникам мы знаем, что была личная катастрофа, что была любовная трагедия, которой, как считал Евгений Шварц, автор «Обыкновенного чуда», Тынянов не пережил. Что была девушка, которая у него вот так вот грубо увел его друг Виктор Шкловский. И что Тынянов обладал какой-то исключительной иронимостью, о которой никто, кроме близких, не знал. Была какая-то тайная драма. Был тайный сюжет. И, понимаете, этот человек написал однажды статью о Пушкине. Он много написал о Пушкине. Он все время думал о Пушкине. А такое ощущение, что он прожил жизнь Пушкина. Он был похож на Пушкина. Все это отмечали. Тынянов похож на Пушкина. Вот, пожалуйста, если много о ком-то думать, писать и входить в это глубоко, ты станешь похожим на предмет своего исследования. В Тынянове все видели Пушкина, узнавали Пушкина. И он напишет статью «Безымянная любовь». Это статья, где он пытается найти тайную любовь Пушкина. Вот есть внешний сюжет. Пушкин вертопрах. Донжуанский список. Огромное количество женщин. Все исследовано. Все известно. О Пушкине написано на собрании сочинений. Библиотеки. А вот пропустили. Тынянов-то думает. Пропустили. Потому что не был он вертопрахом. Все это была дымовая завеса. С юности и по последний день он Путынянову любил одну женщину. И с этой женщиной он, когда умирал, на какое-то время остался один. Попросил ее его перекрестить. Это была жена Карамзина. Екатерина Андреевна Карамзина. По мнению Тынянова. Карамзина, которого Пушкин обожал, чтил. Это был его учитель. Я рассказываю об этом вот для чего. В этом весь Тынянов. Не то, чтобы не искали тайную любовь Пушкина. Многие чувствовали. По стихам. По документам. Об этом еще и Гершинзон писал. И не он один. Но Тынянов был уверен. Это была Карамзина. И вот без этой тайной любви, которую все пропустили. Смотрели в сто тысяч глаз. Один умнее другого. Потому что, ну а кто Пушкиным-то занимался? Умница из умниц. И проглядывали. Вот в этом Тынянов. Это некий поворот внутренний, который меняет, ну, если меняет всю жизнь Пушкина, потому что это меняет смысл всех его стихотворений. И многих знаменитых, например, на холмах Грузии лежит ночная мгла. Значит, меняет и все остальное. И становится понятным, почему, прочитав смерть Вазира Мухтара, Горький сказал. Да, наверное, Грибоедов таким и был. Но если не был, то будет. Потрясающий отзыв. Потому что это означает, что Тынянов создал образ, который как бы впечатался в матрицу реальности, такой силы, но сильнее, чем реальный Грибоедов. И если Грибоедов и не был таким, то теперь, после смерти Вазира Мухтара, уже точно будет. И вот это первый приблизительный ответ на один из вопросов, который я задавал вначале. Вот как быть счастливым, а если несчастным? А вот надо найти тайную игру. Вот надо найти тайную пружину. Надо найти этот тайный поворот сюжета. В том числе и в своей собственной жизни, и в своей собственной биографии. Потому что только так все, что кажется хаосом, вдруг выстроится и засияет. А разве не это является целью и мечтой художника? Найти этот скрытый порядок и обнаружить его, явить, объективировать. Но об этом в нашей следующей программе. Продолжение следует...